Рада вас приветствовать. И вот многие наши зрители задают вопрос, отключат ли Беларусь от SWIFT, потому что эта тема сейчас обсуждается, и Европарламент уже выступил с подобной инициативой. На ваш взгляд, как это может развиваться, вся история? Ну, вы знаете, на самом деле, если говорить о санкциях, которые мы сейчас активно обсуждаем, я в частности веду сейчас переговоры здесь с послами различных западных стран, которые, конечно, интересуются санкциями. Санкции должны быть направлены конкретно против режима, то есть против Лукашенко и его окружения. И в минимальной степени они, конечно, должны касаться обычных белорусов. Поэтому, мне кажется, наиболее правильным подходом в данной ситуации будет прежде всего наложение санкций на так называемый резервный фонд президента. Он создан по образцу того, что существовало в Сербии в период Милошевича. И, возможно, даже эти же братья Каричи, которые являются основными спонсорами Лукашенко, они такую же модель осуществляли там. И так называемое управление делами президента. То есть это две структуры, которые не подчинены, не подотчетны никому, подчинены лично Лукашенко. Туда никто из правоохранительных органов не имеет доступ. Так вот, в случае наложения санкций на вот эти вот две структуры, и если не осуществит Беларусьбанк, допустим, и где эти счета держатся, арест этих счетов, то в этом случае, мне кажется, правильно отключить не только от SWIFT-а банк, если он не выполнит данные санкции, но и от СЭПа, и от системы, которая обеспечивает торговлю в фунтах стерлингов. Ну, то есть вы знаете о том, что, в частности, это самый большой государственный банк Беларуси, Беларусьбанк. У него есть корреспондентские счета с Deutsche Bank в евро, которые обеспечиваются технологией вот этой СЭПа. У него есть корреспондентские счета с Citibank, банком, где как раз вот SWIFT работает, и с Barclays Capital по британским фунтам стерлингам. То есть, мне кажется, это будет более правильный шаг, потому что в этом случае деньги не будут уходить Лукашенко на личные счета, а будут оставаться в распоряжении предприятий, как государственных, так и частных, и это в большей степени будет способствовать как раз тому, чтобы из этих средств платили людям большую зарплату, либо они уходили в бюджет в виде налогов и, соответственно, платили пенсионерам больше пенсии, врачам, учителям зарплату. Если говорить об истории с самолетом, с делом Романа Протасевича, есть такая точка зрения, что Лукашенко не ожидал такой реакции со стороны Евросоюза и со стороны коллективного Запада, что это стало для него полной неожиданностью. Как вы считаете, насколько этот шаг был продуман с его стороны, и насколько осознавали последствия в этом? Вы знаете, ну, как бы, наверное, в приличном обществе не принято цитировать самого себя, но после того, как это произошло, я в ближайшем же стриме сказал, что это та косточка, которую Лукашенко не сможет проглотить, то есть он ей явно подавится. И так на самом деле и происходит, потому что одно дело было, когда мир и Европа смотрела с возмущением, конечно, как Лукашенко орудовал внутри страны, каким методом он прибегал. И совершенно другой вопрос, когда он послал первый сигнал, первый сигнал о том, что он будет прибегать и к террору на европейском континенте. То есть перехват воздушных судов и, так сказать, прочие вещи, да, это такой сигнал, знаете, который у всех европейцев, прошедших Вторую мировую войну, у них уже прививка вот, да, от симптомов фашизма, скажем так, и выход за пределы национального государства, это уже очень-очень серьезный сигнал, который, конечно, терпеть уже никак нельзя, потому что он уже представляет угрозу не только для белорусского народа, но и для всего европейского континента. Если на это закрыть глаза, то дальше будет больше. Поэтому, естественно, это та реакция, которой он не ожидал, но которая является, наверное, вполне естественной для всех европейцев. На Возгляд, почему Лукашенко выбрал в качестве цели Романа Протасевича, потому что тем же маршрутом летала Светлана Тихановская, об этом тоже говорили. Почему Роман Протасевич, как Вы считаете? Ну, мне здесь трудно сказать, наверное, потому что канал нефта и Роман, конечно, был прежде всего тем элементом, который вносил самое большое раздражение в нынешнюю власть, ее попытку обмануть, манипулировать, обман производить в отношении белорусов, ну и так далее, избиения, пытки. То есть Светлана, ну, как бы с ней более-менее понятно, он ее даже зарегистрировал. То есть зачем ему было ее вылавливать, если он ее и зарегистрировал? Это не какие-нибудь там западные кукловоды, так сказать, ее регистрировали в качестве кандидата, это Лукашенко, просто он хотел сделать из нее посмешищем, как он сделал там с предыдущей, я не помню, была женщина тоже, кандидат президента пять лет назад. То есть он думал, что как только она начнет какую-то позитивную программу рассказывать, он ее уничтожит просто и интеллектуально, и морально, и прочим-прочим. И ему, как бы, вроде бы не совсем с руки, а смысл ее. Он ее зарегистрировал, он ее, так сказать, отправил за рубеж, и возвращать ее, мне кажется, ну, это было бы совсем нелогично. Хотя, естественно, что слово логика, оно вряд ли, наверное, сильно может быть применено к действиям данного режима. Но Роман Протасевича тоже другая история. Это человек, который показал и белорусам, и всему миру реально то, что там происходит. Вот за счет создания вот этого закрытого телеграм-канала, куда люди сбрасывали все. И сбрасывали все вот эти вот факты пыток, убийств, издевательств и прочее. То, что не могла делать пресса, которая находилась внутри Республики Беларусь. И поэтому я думаю, что это была личная вендетта, и он, конечно, гораздо больше враг был для режима Лукашенко.